Всем здравствуйте! Так, огромные молодцы, что пришли на вебинар. Итак, давайте же с вами начнем. Так, во-первых, скажите, пожалуйста, есть ли у нас новички на вебинаре, поставьте буковку Н, новичок, в чат. Ага, вижу, новички есть. Значит, разрешите представиться. Меня зовут Кононова Аня. Мы за два с половиной года успели в компании Фаберлик подтвердить старших национальных директоров. Вот, это 15 директорских веточек. Всего директоров в глубину у нас более 50, чем мы очень гордимся, потому что у нас очень сильная, классная, дружная команда директорская, которая работает вся во благо проекта. Мы очень дружные, да, старичок. Вот, и, конечно же, работаем мы вдвоем с мужем. Мне 33 года, я мама двоих детей, двух дочек. Ну что ж, давайте же с вами начнем. Сегодня у нас с вами часть 12, ой, часть 11. Вот, и вы знаете, вместо части 12 мы решили поставить вебинар Ольги Дубяги, которая нам с вами расскажет, как пользоваться рассылкой SendPulse. То есть она хотела провести планерочку для своей личной группы, но предложила, чтобы провести этот вебинар для всех. Конечно же, мы очень благодарны Оленьке Дубяги за то, что она согласилась провести вебинар для всех, для всего проекта. Низкий ей поклон, вот, да, не все директора могут гордиться тем, что они делятся с проектом. Да, вот Оля, конечно, пошла нам навстречу и поделилась. Да, это будет в понедельник. Как работать с рассылочкой SendPulse. То есть я ей уступлю место, вместо 12 части, и она вам все это подробно расскажет. И я это все помещу в свой файлик, потому что, в принципе, работа со структурой – это очень-очень важно. Итак, наши дорогие новички, что хочется сказать для вас. Может быть, что-то вам будет путано, но когда вы посмотрите аж 12 частей, 11 частей, то вам будет легче, проще разобраться в нашей сегодняшней теме, потому что мы зашли уже далеко, мы провели 10 частей вебинара, и мы входили в курс дела. Значит, мы с вами одновременно развиваем и бренд, и одновременно с вами строим структуру. Конечно же, самая первая ваша цель – это как можно больше, как можно быстрее наделать страничек и начать развиваться. Да, то есть мы с вами в прошлых частях, грубо говоря, вкратце говоря, создавали по одной брендовой страничке в каждой соцсети, на которых мы будем поздравлять свою команду будущую, да, своих вип-консультантов, своих лидеров от 3% и выше и так далее. Да, будем хастаться своими результатами. Плюс мы с вами создаем странички для работы, да, брендовых страничек нам с вами нельзя рекрутировать, и они должны быть суперски оформлены, да, как будто вы уже богатый, хорошо зарабатываете, да, то есть что вы цените себя, да, там никаких фотографий с сигаретами в купальниках и так далее, и так далее, да, то есть как бы, вот, очень хорошие там должны быть у вас качественные фотографии, где вы на главной страничке, желательно крупным планом смотрите и улыбаетесь гостю странички в глаза, ясный, четкий, открытый, добрый взгляд, смотрящий гостю вашей странички в глаза. Вот. Да, Зоечка, запись будет, и рабочие странички, и, конечно же, стараемся оформить так же классно, как и брендовые. Вот. И, в принципе, все, да, то есть вот с этого мы с вами начали. И, конечно же, сейчас мы с вами обсуждали еще, как говорить человеку о том, чтобы он сделал заказ, как человека вывести на заказ, это было в десятой части, да, прошу ее пересмотреть. И понятие выводить человека на заказ, я вам рассказываю, что у меня нету этого понятия, потому что я очень редко сталкиваюсь с возражением, нужно ли обязательно делать заказ, потому что на самом деле самое главное, о чем мы с вами думаем, какую мы установку с вами внутри себя даем, такие люди к нам и приходят, да, вот чего мы боимся, то у нас с вами и случается. Конечно, если мы с вами будем очень сильно бояться чего-то хорошего, то оно с нами тоже случится. Это закон притяжения, он работает, верите вы в него или нет, но это факт. Да, вот. Вы знаете, хочется вам сказать, что сейчас я очень часто по последнему притоку новичков в свою структуру, лидеры ко мне пришли сами, задают вопросы, и вы знаете, практически одни и то же. Мы наделали страничек, мы прошли задание 10, так, 15, да, в среднем все, да, кто 3, кто почти до 20-го уже добрался, вот, и все сталкиваются, во-первых, как вам даже сказать, при рекрутинге с возражениями, да, и все сталкиваются с одним и тем же вопросом. Меня спрашивают про результат, что мне ответить, я на нуле. Я вам честно скажу, что когда я начинала в компании Фаберлик работать, я говорила правду. Я говорила правду и ставила в пример своего наставника, но я наставника предупреждала, что если этот лидер попросится к тебе, то ничего страшного, да, то есть, чтобы он зарегистрировал сам лично этого лидера под меня. То же самое сейчас я советую своим новичкам. Рассказывайте про меня. И если новичок будет проситься, да, ваш, да, допустим, он будет проситься ко мне, но вы меня предупредили, да, что вот я привела вас в пример, то обычно я так говорю людям, которые пытаются обойти своих новичков, чтобы вот не было, да, между нами с вами никаких секретов, потому что я знаю, что моя личная группа в основном занимает всю массу вебинаров, да, то есть, они меня слушают, и низкий вам поклон, моя дорогая личная группа, да, мои дорогие новички. Вот, хочется вам сказать, что обычно я говорю кандидатам на регистрацию так, что да, вы будете обучаться по моей системе, да, вы будете состоять на интернет-проекте, но если вы ко мне придете, я вам помогать не смогу. А вот этот новичок, который вас позвал, у него, он еще на очень низком процентном уровне, и он кандидатом на регистрацию, я говорю, и он будет заинтересован в том, чтобы как можно быстрее вывести вас на более хороший доход, да, то есть, ваше дело обучаться по нашей системе, а наша система доступна всем. То есть, вот таким вот образом мы сейчас выходим из ситуации, и любой директор нашего проекта, в принципе, может делать так же, да. Вот, в принципе, так, да, вот все равно каждый новичок, он говорит о результатах своего директора, потому что люди идут все-таки не в компанию работать, а люди идут именно работать к определенному лидеру, да, вот согласны, что вот вы, когда хотели зарегистрироваться, да, у, может быть, там, из 10 предложений вы выбрали себе именно того наставника, который с вами внимательно, да, до регистрации поговорил и познакомил с компанией Фаберлик грамотно, так ведь? Вот. Поэтому, конечно, наше с вами оружие – это не бояться ничего, а знать много о компании и знать, да, согласны, да, и знать все о компании, вот прям все подарки изучать, все акции, когда компания основана. Когда компания основана? Кто знает? Компания основана в 1997 году, правильно, молодцы, да, то есть сколько у компании патентов, да, как, как компания тестируется, да, то есть вообще все должны знать, да, что наша компания – это 45 тысяч квадратных метров, завод, это фабрика в Иваново, да, инвитро, методом испытания в пробирке, молодцы, что есть не тестируются на животных, да, и вот вы знаете, вот такие простые вещи, когда вы рассказываете о компании, конечно же, люди выберут вас и люди обойдут тех, кто высылает пустые однотипные сообщения, да, вот, дофига патентов, 34 патента, Виталя, может быть, кстати, уже больше надо заглянуть на сайт, вот, и, конечно, самое главное, что, вы знаете, вот, поговорим сегодня чуть-чуть, 10 минут о проблемках, да, проблема номер один, ой, у меня нет регистрации, да, другой лидер говорит, Аня, у меня так много регистраций, но у меня люди не делают заказы, третий говорит, Аня, у меня много регистраций, у меня все делают заказы, но у меня никто не работает, да, то есть у всех проблемы одинаковые, а почему так? Два новичка пришли в одно время, у кого-то много регистраций и все делают заказы, а у кого-то нет регистраций вообще, почему, да, и вот вы знаете, я провела ряд исследований, я обзвонила около 20 новичков своих, мы смотрели рабочий стол, да, сейчас пошлите улыбочку, если сидят люди, которым я звонила, да, не буду называть имена, вот, если такие есть в чате, не в чате, а на вебинаре, да, и, конечно же, очень интересно получилось так, что большинство людей, у кого не получается рекрутировать, у них или мало страничек, или у них заблокировали, они не создают новые, или они порекрутировали, отправили 20 сообщений, им все отказали, и они больше просто рекрутировать не стали, то есть человек хочет, ходит в состоянии, да, в кавычках вот этого вот хотения, но делать больше не делать, потому что человек столкнулся с отказами, и вот вы знаете, вот эти вот отказы, как говорится, тысяча отказов, и вы директор, и это на самом деле работает, это на самом деле так, это не мои слова, это слова лидеров, которые поднялись, это слова тех лидеров, которым я обращалась, смотрела их ролики на ютубе, лидеры высокого ранга, элита, да, даже не компаний Фаберлик, я смотрела всех подряд, и вы знаете, вот на самом деле большинство говорит так, и это золотые слова, которые, может быть, вы сто раз слышали, но просто не принимали на свой счет, вот, и, конечно же, сейчас хочется сказать, что наш бизнес – это возможности, это возможности, которые вы многие не можете воплотить, да, в реальность, в реальном мире, да, не в интернете, то есть, когда вы начинаете в реальном мире, да, строить бизнес, да, ну, давайте возьмем пример, вы хотите подняться высоко по карьерной лестнице и стать директором, ну, какого-нибудь завода, да, или там главврачом больницы, да, ну, давайте возьмем главврач больницы, во-первых, вам нужно очень много лет учиться, да, да, то есть сдавать все вот это вот, да, обучаться, потом вы приходите, сначала работаете где-нибудь на скорой, да, потом вас переводят в каких-нибудь медсестер, потом старших медсестер, да, к примеру, потом вас переводят уже, если вы получаете надлежащее образование дальше, да, то есть выше, 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 и не факт, что вы займете это место, да, и, конечно же, мы с вами все привыкли жить вот по такому принципу, что кому-то везет, кому-то не везет, так вот у нас везет всем, кто везет, да, то есть всем до единого, и мы с вами работаем все до единого одинаково, и у нас нету конкуренции в плане того, что кто-то ваше место займет, и вам его потом нужно будет бояться, что вас с этого места скинут, нет, да, то есть вы понимаете, что количество вакантных мест на директора, на серебряного, золотого и так далее неограничено, да, вот, и, конечно же, да, с завистью вы столкнетесь, вы столкнетесь с завистью, с уважением, с наградой от компании, да, с непониманием близких, как ты туда пошел, как ты этого добился, ой, мне бы так, но я не могу, я не смогу, да, то есть это все, конечно, будет, скрывать не буду, что до сих пор есть люди, которые не верят мне и говорят, что ой, наворовала кто-то там Кононова в своем интернете людей-то разводит, наворовала, да, всякое бывает, конечно, да, я, конечно, отношусь к таким людям очень снисходительно, с пониманием, потому что не все знают, что такое интернет, для некоторых открыть свою почту и дать ее кому-то, чтобы ему, мест на рельсах много, да, и дать его кому-то, чтобы ему написали письмо, и как потом это письмо там найти, это вообще нонсенс, да, им на самом деле сложно, они просто сидят в одноклассниках, зашли, немножко поиграли, поставили лайки подругам, да, друзьям и ушли, в принципе, да, для этого используется соцсеть людьми, и мы с вами сейчас должны понимать, что мы с вами работаем в такой компании, где все настроено за нас, да, доставка, логистика, возвраты, ответственность за продукцию, нам не надо никого нанимать, нам не надо никого подсиживать, никого догонять, и, конечно же, не надо думать, сравнивать, взвешивать, бояться, если вы пришли, сделайте результат, сделайте, мы сделали, и вы можете, да, кто, вот кто сказал, что вот, допустим, не смог никто, смогут и другие, да, вот это вот выражение, мне оно тоже очень нравится, чье выражение забыла, если не смог никто, вы будете первыми, да, вот и на самом деле мы с мужем первые сделали в компании Фаберлик за такой короткий срок, такой высокий результат, да, и нам даже говорили, что, боже ж ты мой, Кононовы, вас 20 лет компания ждала, да, смеялись над нами, вот, потому что на самом деле никто не смог, а мы пришли и сделали, и никто не хуже нас, и все мы с вами одинаковые, вот я работала продавцом, а Антон работал монтажником-высотником, да, вот лазил на 25 метров высоту, ездил в командировку, его по три месяца не было дома, вот, и, конечно же, сейчас, оборачиваясь назад, мы не пожалели о том, что мы не думали, не сравнивали, не взвешивали и не боялись ничего, потому что мы шли вперед, и мы не боялись перетыкать кнопочки, мы знали, что в любое время мы сели поработали, в любое время мы сходили погуляли, в любое время мы сходили там себе кофе налили, в любое время мы слушаем свою любимую музыку, но мы просто тыкали кнопочки, да, и это нужно сейчас понимать, что мы не переработали, и, понимаете, Большинство людей Любят себя жалеть Из-за того, что Что-то у них там немножко не получилось Так вот, нужно быть танком Да, или как люди говорят Я в домике, я иду к своей цели Я в домике, я никого не вижу кругом Ушел, значит, это не мой человек Значит, придет новый, да Вот, и десятый раз хочу повторить Что благосостояние свое Своих детей, своей семьи Не надо ставить Как вам даже сказать Не надо ставить под сомнение Если от вас кто-то ушел Или вам кто-то в соцсети написал Один раз, там, десять раз нет Да, то есть вот И, конечно же, мы с вами все Размножаем доход Множим свой доход И наш доход с вами растет Постепенно, с нуля, да То есть, земной бизнес, он начинается С минуса, у нас с вами бизнес Начинается с нуля И все, кто пробует В принципе, не обязаны его продолжать И ничем не рискует Да, если он вдруг остановится Но, когда вы остановитесь И увидите, что другие люди выросли И выросли этим же методом Тыкали кнопочки Да, то, конечно, вам захочется вернуться И очень много уже таких вещей И когда лидеры говорят У меня ничего не получается Потом их новички Люди под ними Обычные новички становятся директорами И они возвращаются на проект Понимая, что зря они это время потеряли Да, и начинают работать И у них начинает все получаться И вы знаете, десятки таких случаев Уже десятки Я надеюсь, что скоро будут сотни И я уверена в этом Что лет через пять Уже будут сотни таких вернувшихся людей Я очень рада этим людям Что они вернулись И очень их уважаю Что они упали Но решили подняться Да, упали Сами в себе Да, там внутри А потом решили подняться обратно Да, и, конечно же Что хочется вам сказать Как преодолеть свои сомнения Когда вам возражают в соцсетях Когда у вас блокируют странички Или еще что-то Да Ну, во-первых Относиться к страничкам Как к расходному материалу Во-вторых Вам нужно уважать мнение людей Понимая, что не все люди Могут сидеть и тыкать кнопочки Кто-то любит делать прически Кто-то любит спасать жизни людей Да Кто-то в это не верит И это нормально И это нужно уважать Уважать мнение людей Да, потому что вот Люди привыкли к размеренному образу жизни И они не хотят его менять Да То есть мы с вами Поэтому и делаем большой охват людей Чтобы найти ту самую звезду Которая за вами пойдет Вот Далее, значит, что хочется сказать Что да Есть люди, которые верны своей профессии И даже если они получают копейки Они все равно Не захотят ее поменять На работу через интернет И это не отказ вам как личности Вам как человеку А это отказ Потому что у них все хорошо Они живут в привычном мире И если таких людей Из привычного мира дернуть Кто знает Будет ли им хорошо И будут ли они в своей тарелке И не вернуться ли они назад Да Кто-то любит вообще ничего не делать На самом деле Вот И даже если они Люди мало зарабатывают Очень бедно живут Они не способны поменять свое мышление Они привыкли жить в своем мире Поэтому уважайте мнение людей И на самом деле Люди, которых вы ищете Они к вам придут Если как раз таки Не думать ничего плохого Не сравнивать Не взвешивать И не бояться Все будет окей Если вы идете без сомнений И знаете Что ваши директора С вами рядом Всегда рядом И они будут Рады вас поздравить Когда вы откроете Своего директора Мне сегодня написали Что такой вид заработка Интересен Но со мной Она это обсуждать не хочет Видимо я ей не понравилась Ну Виктория Всякое бывает Прошу прощения Всякое бывает Что еще хочется сказать И конечно же На свете очень много людей Особенно грубых людей Они что-то типа Телефончик мужу отдала Они что-то типа Не побоюсь этого грубого слова Тунеядцы Люди, которые привыкли Сосать с мам С бабушек Ждать пока им наставники Структуры отстроят Да, есть люди Которые верят В это что им отстроят Они будут миллионерами Да То есть Всякие люди бывают И вы знаете Когда-то я тоже была Тунеядцем Я не постесняюсь Этого слова Когда я родила Викторию Когда Мужа уволили с работы Когда мы поняли Что у нас в холодильнике Пусто Вот Страшный телефон Да Когда в холодильнике Было пусто Я не постеснялась Допустим Сходить к свекрови И сказать Мама Мне нечего кушать Дай денег Да То есть Мне нечего кушать И я думала Что она обязана Мне дать Потому что Мне нечего кушать Потому что Ее сын не зарабатывает Да Почему я так думала Что свекровь обязана Если она вырастила Взрослого сына Самодостаточного Да Здорового И все в порядке Почему я так думала Я не понимаю сейчас Но тогда я так думала И есть люди Которые так думают Всю жизнь Всегда И не захотят Никогда Брать ответственность За свою жизнь Поэтому Относитесь К отказам В соцсетях Нормально Да Наши дорогие новички Это очень важно Относиться нормально И искать Тех своих Золотых Бриллиантов Своих будущих Очень важно Скажите пожалуйста Есть ли у вас вопросы По этой теме И мы с вами Поедем И обсудим С вами Вот такую вещь Пока нет Да Скажите Полезна ли вам Была эта тема Очень хотелось С вами на эту Тему Как раз поговорить Да Еще очень часто Когда новички Начинают рекрутировать В соцсетях Часто бывает Такая вещь Когда Вы сталкиваетесь С конкурирующими Компаниями Я обычно Я обычно их не называю Конкурентами Я называю их Коллегами Да Мне на плевать С какой компанией Лидер Я всегда отношусь С ним Уважительно Даже если они Отзываются О нашей компании Плохо Потому что Очень часто Когда лидер Агрессирует Да Что Что у него Что-то не получается Там у себя Да И он Вот так вот Вроде бы У меня и так Не получается Тут еще Конкуренты Мне конкуренцию Создают Да И как бы Выливает Свой негатив На человека Который В принципе Ни в чем Не виноват И вот вы знаете Очень часто Потом эти лидеры Бывают Что я их вижу В своей команде Пусть они пришли Не ко мне Но к моим людям Да И я им всегда пишу Что Прошу прощения За беспокойство Конечно Каждый любит Свою компанию Я желаю вам Процветания Да И чтобы у вас Все хорошо получалось Так же Как и у меня Да И вот иногда Лидера зацепляет То что Ага У него там Получается Да И конечно же Я иногда пишу Что Ну раз вы нервничаете У вас наверное Что-то не получается Я стараюсь писать Это очень добро Очень тактично Чтоб человек там Не прочуял Какой-то подтекст Я их оставляю В друзьях И когда я делаю Посты Со своими результатами Есть люди Которые Приходят Да Или очень часто Я ставлю Классные Красивые Посты Своих новичков Первые ряды На страничку Да И вы знаете Они могут К моим новичкам Прийти Да Вот Как бы Тоже часто Так делаю Вот Вот И конечно же Тут тоже Нужно понимать Что чем культурнее Вы в соцсетях Общаетесь С людьми Чем больше Вы о себе Оставляете Приятный шлейф Тем лучше Даже Как вы любите Говорить Слово Конкуренты Я их называю Коллеги Да Когда мне Допустим Пишут Из других Сетевых Компаний Я пишу Здравствуйте Мы с вами Коллеги Я работаю В компании В Берлик Да Так же Вот и говорю Я Я добряшка Но не крутышка Костя Не преувеличивай Да То есть Я просто Уже такая Толстокожая Грубо говоря Да Я Привыкла Относиться В своей работе Очень С уважением Очень с пониманием Потому что Мы с вами Работаем С людьми И люди Даже Вот иногда Знаете Смайлик В переписке Не поставишь Они уже Начинают Думать Что им пишут Грубо Да Поэтому Поэтому Да Будьте Внимательны Будьте Бдительны Даже Если вам Кажется Текст сухим Ставьте Смайлик И разбавляйте Да То есть Выражение Своих слов Как бы Разбавляйте Смайликами И вы увидите Что С вами Люди Лучше Общаются И лучше Разговаривают Не в бровь А в глаз Да Вот Саша Да И конечно же Дорогие коллеги Первое Такое Волнительное Событие У наших Новичков Бывает Все Кто Пришел В начале Каталога Вот мы С вами Начинали Курс Уже Получают Свои Первые Регистрации И тут Начинается Путаница Паника Как Зарегистрировать Как Зайти В кабинет Все В первый Раз И Сколько Б Видео Человек Не смотрел Он Начинает Путаться Да Конечно же Хочется Вам Своему Директору Пишите Так И пишите У меня Первая Регистрация Скиньте Мне Инструкцию Да И Спокойно Не торопясь Ее Изучите То есть Лучше Конечно же Своего Наставника Заранее Спросить А если У меня Будет Регистрация Как Мне Ее Проводить Вот Это Вот Самое Умное Почему Потому Что Когда Мы Начинаем Паниковать То В душе Мы Уже Знаем Что Мы Все Изучили Мы Сейчас Все Это Сделаем Первый Раз И Тут Конечно Очень Важно В самой Регистрации Не Повернуть Не Пропустить Какой Либо Пункт Иначе Все Будет Повернуто Не В ту Сторону И Человек Может Как Значит Мало того Что Наставник Вам Дает Полную Подробную Информацию Как Регистрировать Человека И Что Ему Высылать До И После Регистрации Да Вот Я К примеру Высылаю Такое Вот По Третьему Варианту Письмо Привет Которое В принципе Вам Каждый Четверг Показывают Я Его Сейчас Скорее Всего Не Откопаю Но Оно Есть Оно Есть Шаблоне Переписки Поэтому Не переживайте Вот Вы знаете Я не всегда Была Обаятельная Потому Что Когда Работаешь В жестком Графике Я работала По 12 Часов 4 на 3 Там 4 на 1 Всяко Разно И Я Не всегда Была Обаятельная Потому Что Я Всегда Была Уставшая Я Всегда Была Я Раньше Всегда Огрызалась Вы Знаете Мне Никуда Было Ни Накраситься Ни Следить За Собой Потому Что Домой Приезжала Только Ночевать Да Из Этого Круга Конечно Мне Помог Выбраться Именно Декрет Именно Декрет Именно Виктория Которую Если бы Моя мама Была Моложе Я бы Пошла На работу Оставив Ее С мамой Но Моей Мамольке 80 Год Уже И Ей Тяжело На самом деле Физически Тяжело Следить За Маленьким Малышом Поэтому Я пошла Искать Работу Через Интернет И Спасибо Огромное Вселенной За то Что я Звала И это Ко мне Пришло Да И Сейчас Я Конечно Стала Намного Спокойнее Намного Я стала Лучше Выглядеть Потому Что Те люди Которые Меня Встречают Они Очень Часто Спрашивают Аня Ты Стала Лучше Выглядеть Что С тобой Я говорю Я работаю Дома В компании Фоберлик Да С мужем Мы выходим Куда-то Только Вдвоем Потусить Да Если Нам Какая-то Поездка Там Отпуск Куда-то Да Мы Едем В какие-то Страны На какие-то Форумы Еще что-то Мы Всегда Ходим Вместе Я говорю У меня Просто Нету Повода Нервничать У меня Просто Нету Повода Расстраиваться Да То есть Жизнь Моя Стала Ровнее Намного Поэтому Да Растерялась Да Вот И вы знаете Чтобы Вы Человеку Не высылали До и после Регистрации Самое главное В регистрации Это с ним Созвониться Или во время Регистрации Или до Или после Показаться Человеку Поговорить с ним Да Я очень часто Если Лидер Не возражает Да Он скинул Номер телефона Я очень часто Ему звоню Я часто Даже не регистрирую Человека До того Как мне сообщу Ему Что нужно Делать заказ Поэтому Активация Моих новичков Идет 100% Почему 100% Да Потому что Я не регистрирую Людей Которые Говорят У меня Сейчас нету Денег Во-первых Мы с ними Ждем Когда у них Будет зарплата И люди На самом деле Большинство Дожидаются И не пропадают Но есть люди Которые Пропадают И тут Самое главное Самое Самое главное Это провести созвон И провести его так Чтобы Человек Начал вам доверять Чтобы человек Вам начал доверять Вы должны знать Информацию Фаберлик В совершенстве Да Вот Какое совершенство Должно быть Не то чтобы Вы должны Красиво говорить Да Но вы должны Говорить уверенно О компании Вы должны уже Знать Что и к чему Вот допустим Мы недавно Разговаривали с новичком И она Говорит Как это Она сказала Мы с ней Уже провели Регистрацию Мы с ней Не созванивались Как раз Она говорит Я потеряла Логин Пароль Ну я ей Выслала Логин Выслала По смске Пароль Из личного кабинета Да Все вы наверное Знаете Что это можно делать Если ваш лидер Потерял Через два дня Она мне опять Я опять Логин Пароль потеряла Я ее набрала И я с ней поговорила Что наш логин И пароль Передается Логин Да Это наш регистрационный номер Это нужно беречь С помощью этого номера Вы будете зарабатывать деньги И вы можете его передать По наследству И тут лидер Поняла Что что-то она не так делает И быстренько завела себе Тетрадочку И давай все логины Пароли записывать Да То есть И конечно же Я объяснила Вдруг у вас регистрация Я не смогу вам Выслать пароль Из-за того Что я уехала Куда-то Да И у вас сорвется Регистрация То есть Я с ней поговорила Что это очень серьезно И она это поняла Да Еще что бывает До регистрации Вот Когда я рекрутирую В соцсетях Я сначала всегда Предлагаю бизнес Стараюсь Да Если я предложила Бизнес Человек отказываться Я только тогда Предлагаю дисконт Но созвониться Тут не нужно писать Что нужно созвониться Да Сказать Что если вам захочется Мы можем с вами созвониться Некоторые люди На самом деле Созваниваться не хотят И тут конечно Надо говорить Не нужно созвониться Олечка А как раз Нужно говорить Что если у вас Есть желание Я могу вам набрать И все рассказать Голосом Если лидеры Люди Да Кандидаты на регистрацию Соглашаются Вот тогда Я звоню Но у нас Есть новички Да На проекте Которым проще общаться Проще переписываться Они еще не привыкли Да То есть Их добавляют в чат А там 500 человек 400 человек Люди теряются Да Потому что Приходят к нам В компанию Большинство людей Все таки С маленькими Пусть небольшим Но есть люди Которые приходят С недоверием Потому что Все равно Работа через интернет Люди из разных стран И вот это Все непонятно Да Немножко Как это так Я сотрудничаю С лидером Из Казахстана Почему это Да То есть Повода нет нам доверять Да То есть Доверие возникает позже Я тоже очень люблю Работать именно Голосом И вы знаете Говорю Обычные простые вещи Да Созвон О чем мы созваниваемся Вот именно Во время звонка Я вам высылала фотографии Да Как вы видите По этой вот ссылочке Еще раз Я вышлю Скажите Всем ли там Видны фотографии Все ли вам понятно Как созваниваться Если у вас Какие то вопросы Если люди Не хотят Созваниваться То не нужно Созваниваться Регистрируйтесь Работайте Да Вот у нас Допустим Есть такие случаи Что мы созванивались С человеком Который уже Там вышел на 9% В первый раз И запутался В маркетинг плане Понимаете Вот мы тогда Только Нет Я не Не записываю Созвоны Потому что Не знаю Как-то раз я записала Созвон Показала И это дошло До того новичка И он был Глубоко оскорблен Я решила Не записывать Созвоны Потому что Ну в принципе Не очень-то это и красиво Так вот Да Выставлять чужой разговор На показ Но вы знаете Мы разговариваем Именно по вопросам Да По вопросам Как Меня спрашивают Ой Вы знаете Я вот допустим Ну вот Какие новички Какие вопросы Вам новички Задают Давайте я вам отвечу Да Давайте поиграем В игру Вы задавайте вопросы А я вам буду отвечать Пожалуйста Легко Легко Можем с вами поиграть Голос повредили Он стал грубым Ну Ларис Ты знаешь Голосов Куча всяких Да Есть голоса Очень-очень Такие прям Басом Разговаривают Со мной Женщины И я как-то Не знаю Я это не пугаюсь Конечно Первая мысль Когда женщина Сильно грубо Там разговаривает Такое чувство Что Она Спрашивает Сколько ты уже заработала Да Так Значит Смотрите Во-первых Я Раньше Когда я была на 6% Я распечатала Свою распечатку Я начала делать 50 баллов С 6% Я уже заработала Свои 620 рублей Я помню Эту распечатку Да Я их заработала Это мои первые деньги Я скинула распечатку Что вот Я второй Или по-моему Третий Или второй каталог Я на проекте И вот я уже вышла На 6% В моей команде Столько-то человек И мы в принципе Успешно растем Мы дружные Да Пришла я На результат Своего директора Я показывала Распечатку Николая Андрейка Конечно же Он для меня Ее сделал В рублях То есть Вот таким вот образом Я начинала работать То есть Я никогда Не забиралась Я никогда Не говорила Моя наставница Которая ушла С проекта Да Она говорила Мне что она На 15% И она там Зарабатывает 1020 Вы знаете Я когда пришла И увидела Что она не на 15% И когда я поняла Что 20 тысяч Не заработаешь На 15% Я конечно Улыбнулась Да Посмотрев маркетинг план Но я была Снисходительна Потому что Меня регистрировала Девушка Девушка 17 лет Вот Поэтому я Как бы Вот вы понимаете Но есть Лидеры Которые могут Приврать Да Вот Полина Поняла Ответ на мой вопрос То есть Я все Рассказываю Я все Рассказывала И до сих пор Вот сейчас На самом деле Я уже Признаюсь вам Так как Вебинар закрыт И я Привираю Я привираю Что я зарабатываю Около 100 тысяч Хотя на самом деле Уже в 4 раза больше Да Я говорю Что я зарабатываю Около 100 тысяч Да И потом уже Когда люди Регистрируются Ко мне Когда люди Работают У меня Да То есть Потом они уже Узнают И говорят Аня Ты вот сказала Я говорю А ты скажи Ты бы поверила Да То есть У меня есть Веский довод Себя оправдать И сказать Что я Скрыла Факт Своих доходов Из-за того Что мне люди Просто не верят Да Или я могу Допустим Сказать Что я зарабатываю Более 50 тысяч Да Я вот Это очень часто Говорю Что более 50 тысяч И люди На эти суммы И тут хорошо Они в них верят И я вам честно Хочу сказать Что вот Недавно Мы разговаривали С лидером С лидером И она говорит Ну вот смотри Мои выплаты 16 тысяч Ну кому они нужны Это же такие копейки Да Я умею Костя Когда надо Во благо Умею Да То есть я начала Скрывать свой доход Но вы должны Войти в мое положение Да То есть я вас Не учу Скрывать свой доход Но когда вы будете Уже больше 100 тысяч Зарабатывать Конечно я вас Буду этому учить Потому что вас уже Вам уже Никто не поверит Вот Значит смотрите В чем фишка Когда я Говорю Разговаривала Недавно С лидером Она говорит Мой заработок 17 тысяч Я не буду Участвовать В конкурсе По скриншотам Потому что Это очень мало Мне стыдно На своем уровне Столько выкладывать Я говорю Хорошо Давай с тобой Посчитаем Вот давайте Вместе посчитаем 16 тысяч Да Лидер зарабатывает То есть он уже Может открывать ИП И переводить Эти деньги На расчетный счет В банке Это во первых Значит Считаю Это будет видно В видео Да 16 тысяч Я умножаю На 19 каталогов Да У нас с вами Получается 304 тысячи В год Делю Значит с вами На 12 месяцев У нас с вами Получается 25 тысяч 333 рубля В месяц Для кого-то Нормальная зарплата 25 тысяч 333 Русских рубля Ольга Ну это Скорее всего У тебя еще Ты просто Не созрела Поэтому Ты так вот Росла Да До сих пор 9-12 Бывает такое Бывает такое У каждого Свой рост Свой рост Нужно Уважать Да У каждого Свой рост Свой рост Нужно Обязательно Уважать Да И конечно же Вот это Нужно Понимать Сейчас Что это Ваш Результат Некоторые Лидеры Не могут Понять Что им Нужно Стать Лидерами Чтобы Настоящими И вести За собой Команду А не просто Допустим Заниматься Переписью Населения Ну это уже Так грубо Я выразилась Прошу на меня Никого Не обижаться Но есть Такие Лидеры Которые Много Регистрируют И Не дорабатывают Людей Им не хочется Мелочиться Там еще Что-то Да И вот эти Вот мелочи Которые Самые важные Не дают Человеку Расти Или есть Лидеры Которые Говорят Ой Я столько Долго На проекте Я не расту Я не расту Я не расту Проанализируйте Себя Сколько Охвата Человек В день Вы делаете Делаете ли Вы это Стабильно Или Вы просто Собираетесь Это делать Как вы Работаете Может быть Вы ушли За статусом Красивым Потом Еще один Статус Еще один Статус Потом Вы пошли Себе Налить Кофейку Потом Вы остановились Проходя Мимо Другой Комнаты Где Идет Там Интересный Фильм И вы Все это Время Омственно Устаете И работаете У вас Состояние Рабочее Да А в итоге Выхлоп Нулевой Потому что Охват Там Вы сделали 15 человек Обязательно Нужно Делать Как минимум 300 человек Охват Это нормальный Здоровый Охват Вот я Работала В прошлой Компании Нас Вообще Заставляли Делать Охват 5000 В день И мы Его Делали Да Понимаете Мы его Делали И мы Делали Его Ежедневно И вы Не представляете Как мы Делали У нас Глаза На лопочку Были Чтобы найти Одну Регистрацию Вот Что Хочется Еще Сказать Есть Лидеры Но внутри Которых Стоят Какие-то Блоки Да Блоки В плане Головы В плане Подсознания Когда Лидер Думает Там Ой Там Мне Никогда Там Я Недостойна Там Или еще Что-то И вы Не замечаете Вот эти Все блоки Вам нужно Просто Стараться Каждый день Повторять Что у вас Все получится Что к вам Приходят Ваши Будущие Директора Что Все будет Здорово И вы Увидите Как у вас Если не лопнет Терпение Это себе Повторять Вы увидите Как у вас Мир вокруг вас Начнет Меняться Так Светочка Мне стыдно Что я Просидела Год Год Кое-как Работая При звании Кандидат Директора Веточка Наставника По факту ЛО 500 баллов А это Все же 5-6 тысяч Ну да 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 Конечно Все равно По 23% Мы зарабатываем Это важно Понимать Да Многие Хотят Все и сразу Но тут Нужно понимать Что это Бизнес Бизнес Который Начинается Пусть не с Минуса Как наземный Но с нуля Да То есть Вы приходите И Хочется Вам сказать Что вот Многие Приходят И думают Сейчас им Все пойдут Да И после Первого Отказа Начинает Реветь В личку Наставник У меня Ко мне Никто Не идет Нужно Быть Упрями Нужно Идти Не нужно Сворачивать И все Получится Я начала Быстро Обучаться Куда-то Бежала А потом Пришлось Вернуться Да Лариса Бежать Тоже Не нужно Каждый Растет Так Как ему Хочется Вот Вы сейчас Должны Понять Что вы Не обязаны Для нас Расти Быстро Вы не Обязаны Расти Быстро Из-за Человека Который Допустим Пришел Позже Вас Но уже Вырос Выше Вас Вы Растете Для себя Ради Себя Вы Делаете Свой Результат Для того Потому Что он Вам Старший Директор Татьяна Лебедева Да Вот И я Вам Хочу Сказать Что Татьяна Лебедева Сейчас Находится В статусе Старшего Директора Но она Зарегистрирована На 4 Дня Позже Меня Почему Такая Разница Потому Что Ей Нравится Ее Зарплата Ей Нравится Ее Доход Ей Нравится То Что Она Делает И Она Никуда Не Торопится Понимаете И Я Торопясь Работает У каждого Лидера Своей Амбиции И не нужно Сейчас Смотреть На кого То И думать Ага Он растет Быстрее Я расту Медленнее Что то у Меня Не так Нет Конечно Если Татьяна Сейчас Резко Захочет Стать Допустим Рубиновым Директором Конечно Она должна Это захотеть Проанализировать Понять Что Рубиновый Директор Это 4 Веточки По 60 Человек Который В ее Структуре Был делать По 50 Баллов И Что Это Огромная Работа Так Как Заказ Делает Каждый Пятый А Охват Людей Это С 300 Человек Примерно Одна Регистрация То есть Она Планируется Она Запасается Терпением Она Понимает Что Нужно Быть Похладнокровнее И Повнимательнее К людям Что Не нужно Реагировать На Нытье Не Нужно Реагировать На Грубости А Нужно Идти Вперед И Понимать Что Она Сейчас Ищет 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 То есть Поймать Волну И Идти К этому Результату Который Вы Хотите Сделать То есть Когда Вы Поймаете Волну Да То есть Как Лидеры Некоторые Говорят Аня У меня Поперла Аня Меня Поперла Да Регистрация За регистрацией Быстро 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 Раз Да То есть И Человек Открывает Желаемое Звание И Все У него Хорошо Да Есть Желание И Не Обязательно Расти Супер Круто Быстро Если У вас Нет Желания Но Смотрите Тут Конечно Есть Такой Подводный Камушек Как Конечно Почему Люди Которые Быстро Растут На самом Деле Растут Да Быстро Почему Смотрите Когда К вам Регистрируется Невячок У него Пик Энтузиазма Пропадает Через 72 Часа Да Давайте Я сейчас Запишу Эту Цифру Чтобы Мы С вами Могли Не Путаться Так Минутку Да То есть 72 Часа Давайте С вами Вот Так 72 Часа Это Пик Энтузиазма Новичок В эти 72 Часа Если он Получает Под собой Регистрацию Если Этот Новичок Активный Кто Под ним Зарегистрирован И Если Этот Новичок Познакомлен С вышестоящим Новичком Да Они уже Начинают Вместе Взаимодействовать Они Вместе Взаимодействуют У них Все Хорошо Бац У них Приходит Третий Человек Команду Они Втроем Познакомлены Друг С другом И Уже Друг С другом Общаются И Начинается Дружная Команда Друг За Другом Друг За Другом Да И Снежный Ком Все Больше Больше А Верх Не Думает О Подо мной Уже Трое А я Еще Ничего Ну Давай Я Тоже Быстренько Они Ж Могут И Вдруг Приходит Четвертый Новичок В эту Цепочку С Наставником И Четвертый Новичок Начинает Регистрировать Людей Да Так Хорошо Регистрировать Да Что Тот Пока Сомневался Смотрит А у него Уже 6 Процентов Да То есть Понимаете Вот Быстро Растущие Лидеры Это Лидеры Которые Поймали Волну Поняли Сейчас Да А если Вы зарегистрировали Одного Человека В каталог Который Не успел Ничего Получить Который Не успел Увидеть Что Под ним Есть регистрация Которого Вы пытаетесь Потом Полгода Разбудить Он там Сделал Заказ И все И все И все Да То есть Да просто Да Да То есть Получается Маленечко Несостыковка И рост Выходит Медленнее То есть Вам нужно Вот Как я их Знакомлю Друг другу Скайп Скидываю Привет Лови Новичка Это Твой Новичок Обучаю Сама Но если Он тебе Задаст Вопрос Будет Добро Ответить Все Понимаете Вот тут Тоже Важно Почему Быстрорастущие Быстрорастут Оль Если честно Я на самом деле Бывали Такие случаи Когда я до упада Работала на результат Бывали Такие случаи Когда мы Лежали с ребенком В больнице И я Медсестре платила Деньги За то Чтобы она Меня отпустила Провести Вебинар По активному росту Все спрашивали Аня Почему ты Без камеры А я говорила Что-то у меня Не то с камерой Муж приедет И уделает Мне было просто Стыдно Показывать Больничную палату Всякое было Просто Понимаете Если вы идете Не думаете Не сравниваете Не взвешиваете Не боитесь Вы просто идете Да Вот суть Этого нашего Сегодняшнего вебинара То вы все равно Дойдете туда Куда вам надо Да И конечно же Когда вот Быстро растущие лидеры Растут быстро Еще за счет чего Не за счет Вот этой Вот регистрации Только За счет того Что они Внимательно отвечают На вопросы Когда надо Позвонят И расскажут Маркетинг план О компании Обо всем Обо всем Понимаете Они знают Они в себе Уверены И они не боятся Звонить Почему новички Боятся звонить Вы думаете Новички боятся Звонить Потому что Они выглядят Как-то не так Нет Новички просто Мало знают Вот и все И боятся Вопросов Подход к новичкам Я наоборот Почему-то Валерии Перестала искать И у меня Стало лучше Получаться Дать в руки Быть внимательным Да Надо Но вот Вы знаете Водиться С каждым Человеком Как с ребенком Вам некогда Бывает расти И вот тут Директора Стопорятся Именно вот Когда Если вы хотите Стать простым Директором И все Да То вы можете Не создавать Свой бренд Не учиться Писать красивые Статусы На брендовых Страничках В соцсетях Вы можете Не вести Вебинары Вы можете Не снимать Видео Вы можете Не поздравлять Свою команду Да Если вы хотите Просто стать Директором Вот я сейчас Вас к чему веду Что если вы хотите Стать именно Драгоценным Директором Да То вам не надо С каждым Усюсюкаться Вам нужно уметь Делать акцент На людях Которые у вас Будут работать А акцент Вы можете Сделать Тогда Когда вы Минимум Раз в три дня В ветку свою Проводите регистрацию Минимум Да Чтобы эта регистрация Была активной Чтобы вас познакомить Чтобы все было Быстро 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 Чтобы вы всегда Отвечали на вопросы Если у вас нет Сети Чтобы лидер знал Куда Какой вопрос Задать То есть Вот это вот Кипиш Да Вот это вот Кипящая работа Вы на волне На волне Понимаете Вот в чем суть Вот-вот-вот Вот это вот вещь Да И конечно же Если вы Просто хотите Стать быстро Директором Директором Да То Понимаете Когда директора Становятся уже Драгоценными Это значит Что под ними Как минимум Два директора Есть Да Серебряный директор Золотой директор Это под ними Три директора И поймите Мало что-то Организовываете Плохо в чатах Переписываетесь Да Вот у нас У меня есть Директор Структуре Она мне Недавно Звонила И говорит Аня У меня В чате Никто не Переписывается А ты Я пишу Я звоню Ее наставнице Слушай Вот у нас Такая проблема И меня нет В вашем чате Расскажи Ой Аня Она раз в полгода Если напишет Кому-то привет То ладно Я говорю Ну все понятно Я той директорисе Перезвоню И говорю Слушай Если ты сама Ничего не хочешь Делать Что ты хочешь Своей команды Потому что В сетевом маркетинге Дубликация Это самое важное Когда вы веселые Когда вы зажигательные Когда вы ведете Людей за собой Вот тогда Вы и становитесь Драгоценными директорами И поверьте Компания вам Это хорошо платит Мне легче позвонить Чем эту писанину Разводить Кому-то удобнее Понимаете Еще нужно уметь Подстраиваться Под человека Но не Конечно Как вам даже сказать Иметь дистанцию Конечно же Нужно Подстраиваться Под человека Не в плане того Что Ой я там Очень рада буду Если вы ко мне придете Нет Вы должны относиться К нему Как к бизнес партнеру К этому человеку Да Вот И вы должны Говорить ему Или писать Вещи простые Да Как вам даже сказать Вот например Лидер говорит Да Новичок говорит Чем вы тут занимаетесь Да То есть Я так и напрямую говорю Вот Я занимаюсь тем Что я доношу Привилегии Компании То есть Я рекламирую Возможности Роста Компании Вот Ой Так это надо продавать Я говорю Я не приветствую продажи Хоп А как это Откуда тогда деньги Мы работаем На личном товарообороте То есть Вы понимаете Я задаю Обычные Простые вопросы Мне задают Вопросы Я отвечаю Прямо вот Тремя Двумя Вот То есть Просто Правду говорю И вы знаете Мне начал нравиться Такой вот метод работы Да Хотя люди Не знают Какое у меня звание Ничего Но они уже Чувствуют Уверенность Переписки Да Вот Таня Хай Если Ещё Знать Чё Говорить Ну Что хочется Сказать Знать Что Говорить Давайте Я вам Сейчас Опять Скину Вот эту Вот ссылочку Если Вы Не Пересмотрели Предыдущие Вебинары Татьяна Вы Не Обучились По ним То Я Очень прошу вас Их ещё раз Пройти Или хотя бы Посмотреть Почитать Картинки Чаты У нас с вами Есть Общие И я Пока вы Не станете Директором Не советую Вам отделяться В свои Отдельные Чаты Потому что Чаты Нужно уметь Модерировать Чаты Нужно уметь Содержать В чатах Нужно уметь Конечно же Рассылать Всё Вебинари Об акциях Уметь Отвечать На все Вопросы Вовремя Никогда Уже Поздно Вот иногда Новичок Говорит У меня Регистрация Что мне Делать В общем Чате Я иду Копирую В шаблоне Переписки Как это Сделать И посылаю Новичку Если я Новичку Помогла Через час У него уже Человек Который Ждал Он сделал Ноги Ей уже Некому Бывает Регистрировать Да Понимаете Если у вас Нету Людей В чатах Которые Не могут Своевременно Ответить На вопросы То ваш Чат Для вашего Роста Опасен Вот Как бы Тут уже Конечно Делайте Выводы Если у вас Есть силы Вести И содержать Свой чат Не отделять Свою команду От Вебинаров От Расписания От От Ответов Правильных На вопросы Тогда вы Можете Завести Свой чат И это Конечно С уровня Директора Вы можете Завести Хоть 10 чатов Да У меня Тут Новичок Прошла Завела Чат Своих Лидеров Завела Продуктовый Чат Завела Какой-то Еще Чат А чат Для раскрутки Страничек И еще Какой-то Чат Вот простите Уже Запамятовала Да И Хочется Вам Сказать Самое Интересное Что этот Лидер Со временем Давай меня В эти чаты Добавлять Извините Меня На проекте 60 тысяч Человек Да Треть Лидеров Работающих И если Лидеры Каждый Меня будут Добавлять Свои какие-то Чаты Да И вешать Их на меня Я просто Не буду Успевать Отвечать На вопросы Зачем Мне это А почему Зачем Ты не Заводила Чаты Если ты Не можешь Там Отвечать На вопросы Да То есть Как бы Мы с ней Пообщались Я попросила Чаты Распустить Добавить Всех Да То есть Прибраться И у Лидера Пошел Рост Потому что Если В чатах Тишина То Смысл От них Какой Никакого Чата Нет Вот Леночка Это в шаблоне Переписки В первом Задании В моем Шаблоне Переписки В первом Задании Илья Петров Рассказывает О компании Прям Задание Один До того Как активироваться Новичок Смотрит Это видео И знает Все уже О преимуществах Компании Даже если Ему наставник Не донес То наши Новички Все обучены Если они Хотят Обучаться Ну и еще Конечно Напоследок Хочется сказать Главную ошибку Новичка Когда новички Говорят Я выполнил задание Хорошо Я отправила Следующее Я выполнил задание Я отправила Следующее Я выполнил задание Я отправила Пятое И что в итоге Новичок При рекрутинге Или еще При чем-то Опять начинает Задавать Те же самые вопросы Которые были В обучении Вывод Человек Их просто Посмотрел Но не досмотрел Но не дочитал Но не долистал И картины В голове В целом Как работать Не создалось И поэтому Еще могут быть Причины Не роста В этом Потому что Все мы с вами Приходим на проект И все мы думаем Что мы умные Да А правило 72 часов Оно работает Для всех Новичков Вот Скажите Пожалуйста Если у кого Какие-то вопросы Не важно По теме Не по теме В инстаграме У меня Очень мало Страниц Я там Не рекрутирую Но там Рекрутирует Моя команда Я так Не постесняюсь Сказать Что даже Наверное Одна шестая часть Уже сидит В инстаграме Работает Да То есть Камила Итрисова Поднялась Именно на инстаграме Она отсняла ряд роликов И мы их поместили В шаблон переписки С новичком Как там работать Оно есть Да Там по-моему Девятое или восьмое Задание В шаблоне переписки С новичком Как работать В инстаграме Вот Поэтому Да Я У меня в инстаграме Есть только Брендовая страничка И пару страничек Которых Работает Муж Рекрутирует Ему хочется Освоить Но как-то все Вот знаете Нам нравится Именно в группах В одноклассниках В группах Вконтакте Сидеть пока что Лариса Если не подошло Ищите свою сеть Той Которая идет Вот допустим Ольга Дубяга Рекрутирует Только в одноклассниках Семья Распоповых Тоже рекрутирует Только в одноклассниках Есть лидеры Которые Вообще Рекрутируют Только вконтакте И им Одноклассники Непонятны Ну как сказать Толку с них Может быть там Там регистрации больше Выхлопа меньше Но все равно Есть толковые люди Да ну вот видите Кому как Просто мне хочется Сказать Пробуйте везде Пробуйте всюду И не останавливайтесь На одной соцсети Неизвестно Что с этой соцсетью будет Вот тогда у нас Был очень резкий Упадок Когда я еще была На 19% У нас был Такой С таймяк Упадок Я не постесняюсь Признаться В этом Мы упали По моему На 100 баллов На 19% 100 баллов Это крайне много Что было Соцсеть Одноклассники Зависла Ее то ли сломали То ли что Был такой Страшенный рейд Все теряли Сотнями Свои странички Блокировали Даже людей Которые вообще К сетевому маркетингу Не относились И вообще Да Как бы заблокировали Страничку Допустим У меня У свекрови У свекра Да То есть Такие вещи Творились Вообще Как бы Да И лидеры Которые работали Только в одноклассниках Они месяц Были в прострации Просто им некуда Было пойти Рекрутировать Потому что Они сидели В зоне комфорта И не хотели Идти в контакте Да Допустим Вот Поэтому конечно же Имейте странички Везде Вот еще Очень полезно Иметь странички Везде Когда вас К примеру Вы начинаете работать Вас морозит Вы начинаете работать Вас морозит Вот тогда лучше Вообще Оставить эту соцсеть На недельку Может быть Полторы И поработать В другой соцсети А потом вернуться В свою любимую соцсеть Просто Не надо оставлять Ту соцсеть На Какое-то время Да То есть у нас с вами Ежедневный охват Который мы Которому мы следуем Наша цель с вами Одна регистрация в день Так ведь И вот наша цель с вами Это драгоценный директор И конечно же Важно понимать Что Вот эти вот мелочи Да Которые в принципе На каждой работе Есть свои издержки Работы Да Мы с вами Это сейчас понимаем Они не должны Нас останавливать Да Велнос это Арифлейм Велнос Также это Самостоятельная фирма Или компания Даже Как ее назвать Да То есть Кто с ней договор Заключил Те могут Пользоваться Компанией Этой продукцией Забавой Вот У нас же Эта индустрия Развита С помощью Омеги Также у нас есть И Омега В компании Все-все-все есть Вот Есть этот же ИКУ-10 И Ньютоник И Денос аппараты Очень хорошие Аня Продукция по здоровью Велнос по Беларуси Идет вместе С общим заказом Или в аптеках По-моему С общим заказом Идет Да У нас Функциональное питание Вебинары По продукции О здоровье Есть Но их мало Скоро Нам еще Будут вести Директора Вебинара Продукции Вот уже Вебинар Готовится Скоро Выйдет Конечно Приходите На слайде Плохо Виден Текст Давайте Я его Вам Зачитаю Что Когда Вы Находите Свою Первую Регистрацию Наставник Дает Вам Полную Подробную Инструкцию Как Регистрировать Человека И что Ему Высылать До и После Регистрации Продажи Покупки Регистрируем Под себя Или Под последнего Активированного Лидера В вашей Веточке Да То есть Работу Ведем В цепочку Вот Значит Можете Выбирать Да Кого Куда Регистрировать Далее Самое главное Что После регистрации Мы добавляем Командный Чат Человека Далее Знакомим Обязательно С вышестоящими Наставниками Этого Человека После Регистрации Подписываем На рассылку Для зарегистрированных И добавляем В группы Да Группа у нас Есть для продавцов И группа у нас Есть в Одноклассниках Одна группа По бизнесу Далее Значит Просим Обязательно Найти на Скайпе Объясняем Что Мы можем Не созваниваться Но в Скайпе Очень удобно Работать Там все наши Директора И лидеры В принципе Очень охотно Находят Скайп Да Если человек Пришел По первому Второму Или четвертому Вариантов И у них Нет скайпа То понятно Что продавцам Или людям Желающим Похудеть Можно Не настаивать На то Чтобы он Завел скайп Для людей Без скайпа Мы заводим Страничку Для коллег Или брендовую Страничку Да В соцсети С которой Мы регистрируем Не регистрируем И не работаем И бережем Потому что Там вот Ваша команда Которая Не нашла вас Да Вот Если наставника Нет на месте Обязательно Пишите Вышестоящему Наставнику Данного Которого Вам дали В скайпе Или в чат Вашей веточки Пишите Вопросы Есть во вкладке Алик Анна Яновичок Скажите пожалуйста Платные вебинары Бывает Никогда Не бывает Платных вебинаров И я не знаю Если мы будем Проведить платные То только Из принципа Что Люди Ценили информацию Которую им дают По 5 рублей Собирать Каждого За вход Вот Аня У меня Не получается Регистрировать У меня Не знание Самое интересное Что нужно Понимать Что у нас Создано Готовое Обучение Для новичков То есть Даже если Вы Допустим Прошли Пятое Задание Всего лишь По шаблону Переписки С новичком И вы Всего лишь Прошли Пятое Задание А К вам Уже Зарегистрировался Человек То вам Высылается Этот шаблон Переписки Или задания С командного Сайта И вы Уже Спокойно Копируете И вставляете Готовые Тексты Которые Мы Создали Для того Чтобы Вы могли Сами Не зная Как Но Обучать Своих Людей Ну да Страничек 50 Да Надо Страничек Примерно 50 Надо Создать Для того Чтобы Не с них Не работать Не дай бог Каждый день Да Работать Допустим С 10 Раз 5 Дней Да Чтоб Странички Отдыхали Большое Количество Страниц Нужно Не Для Рекрутинга Да До Обморочного Состояния Грубо говоря Да А для того Чтобы Ваши Странички Отдыхали И Меньше Блокировали Анна А письма Которые На Электронную Почту Приходят Костя Что за Письма Если ты Про платные Вебинары То это Не наши Вебинары Я не Вникала Если честно Потому что У меня Своё Обучение Почему Своё Обучение Потому что Мне кажется Оно Правильным Не потому Что Там Да Потому что У меня Есть результат Я практик Мы Создали Результат Без Всяких Платных Реклам Без Всего То есть Вручную В соцсетях Вот Я Конечно Люблю Что-то Новенькое Я Обучаюсь Я изучаю Все это Да Я Держу Руку На пульсе Но Вы знаете Мне Хочется Вам Сейчас Передать Основные Мысли Вот Вебинары От компании Не Вникала Прошу Прощения Не Компетентный Ответ Но Я Правда Не Вникала Настя Я Отрабатывала Огромное Количество Страничек Я Себя Не Жалела Когда Я сюда Пришла У меня После Прошлой Компании Осталось 100 Страничек В моем Мире Соцсеть Такая Раньше Была В ней Работали Она И Сейчас Есть Потом Значит У меня Было По-моему Страниц Ой Знаете Даже Сейчас Забыла Сколько Я Говорила Боюсь Наврать Ну Где-то Может Быть Более 300 Страниц У меня Было В различных Соцсетях Суммарно Примерно Около Того Я С них Очень Много Работала У меня Жизнь Заставила Так Много Да Работать Вы знаете Прошлая Компания Именно Такие Требования Были Ну Я Понимаю Что Новички Сбиваются Но Я На Каждом Вебинаре Костенька Рассказываю Что Интернет Проект Фаберлик Онлайн Ни Копейки Не Берет Ни С одного Новичка Денег Саш Вот честно Сказать Есть Некоторые Моменты Обучают Путному И я Это Беру На Вооружение Но Больше Всего Все Таки Это Рекрутинг На Земле Они Обучают Работать Флэшмобами Стоять За Стойками Регистрировать Людей Ну Представляете Человек Пришел На Праздник Там Стоит Лидер Фаберлик С зонтиком И Начинает Вас Регистрировать Вы Отнесетесь К нему Серьезно Вы Сможете Догадаться Что Вот Этот Человек На Празднике С шариками Стоящий Под Зонтиками Предлагает Вам Момент Скажите Пожалуйста Еще Какие Вопросы Есть Все Думают А я Так Не Хочу Все Спасибо Вопросов Нет Ставим Прочерки Сейчас Еще Раз Зайду Во Вкладку Вопросы Да И Конечно Петрова Елена Если Не получается Регистрировать Хочется Сказать Чтобы Ты На самом Деле Поняла Что Мы Все Работаем Одинаково И Вот Эти Все Блоки Они С тебя На самом Деле Уйдут И К тебе Будут Приходить Лидеры И Конечно Чем Больше Мы Накручиваем Себя Что К нам Никто Не Идет Да Кому Это Нужно Да Всех Уже Пригласили Да В интернете Все Работают Фоберлик И так Далее И так Далее Ну Так Здрасте Если Вы Это Заказываете Свыше То К вам И придет И Не надо Ждать Ничего Другого Взамен Так Ведь Обязательно Внушайте Себе Что К вам Приходят Хорошие Лидеры Что Они У вас Работают Создают Странички Они У вас Рекрутируют Они У вас Вип Консультанты Очень Хорошо Наталья Я Тоже Начала Работать В интернете Понимая Что с годовалым Ребенком И с сумкой На плече С продукцией Не набегаешься Очень даже Не пожалела Что пришла В интернет Очень Не пожалела Да Я желаю Всем удачи Роста Везения Во всем Вдохновения Чтоб у вас Все получалось Чтоб вы не боялись Звонить Своим новичкам Чтоб вы не боялись С ними Разговаривать Чтоб вы Не боялись Перетрудиться И лишние Десять минут Почитать Все о компании Чтоб вы Меньше Думали Меньше Сравнивали Меньше Взвешивали Меньше Боялись И больше Тыкали Просто кнопочки Под свой Любимый Напиток У кого-то Кофе У кого-то Коктейли У кого-то Чай Кто что Любит Кто-то Кто-то С печенюшками Кто-то Салатик Самое главное Что мы с вами Работаем В комфортных условиях В комфортной Компании И все у нас С вами Получится Если Просто мы с вами Будем делать Делать свой бизнес Железно Делать И Не просто Делать А видеть Свой результат Как только вы увидите Свой собственный Первый результат А не результат Там вашего К примеру Наставника Который там Вам помогает Рекрутировать Вы будете в себе Все более увереннее И увереннее У вас все больше Будет получаться Главное Поймать волну Поймать волну И знать Про правила Семидесяти Двух часов Будем тыкать Натыкаем на директора А потом В драгоценные директора Ну что ж Всем пока-пока Надеюсь Что я была вам полезна Сегодня Потому что Техники было мало В основном Сегодня у нас с вами Работала голова Работала Да Поэтому Не совсем правильно Мы с вами Сегодня отсидели Этот вебинар Но я думаю Что Кому-то я помогла Побороться Со своими сомнениями Потому что Такие сомнения Были у меня Когда я пришла В сетевой маркетинг Голова кипит Отлично Продлеваем жизнь Если мы с вами Что-то изучаем Новое То мы с вами Продлеваем Свою жизнь Зато полезно Да Ну спасибо Все Останавливаю Зай